Трансляция, друзья, так что майте на вас. Завитаю вас, друзья. Мы снова в эфире, у нас новая точка. Мы находимся в биле АТБ. Вот АТБ. И здесь мы будем подчинять новое служение для раздачи хлеба пенсионера. Меня сегодня помогает Мария Михайловна, так и Тамара Степановна. Так что трубку передаю. И Мария Михайловна тримает на меня. Она сегодня первый день, поэтому я надеюсь, что я там видно. Она не показывает ни соседов. Ну что, сегодня, как я уже сказал, первый день раздачи хлеба пенсионерам в Биле АТБ. Мне сегодня помогает, ну, по крайней мере, благооставляет ночую хлеб Николай и Раиса Бичуковичи в село Карпиловка, Ракетненский район. Я дякую за наших друзей. Вот это первый день, мы будем раздавать. И правда, люди у нас еле понабрали. Все первый день, ничего страшного, я думаю, что мы издавим 50 пенсионеров и раздаму благополучно хлеб. Так что, вы знаете, что мы служение проводим благодаря, через молитву. Я скажу, что, друзья, я пастор церкви, и мы проповедуем Слово Божие, расскажем людям правду Божию. И так уж керевник благодейного фонда «Видвага», где мы помогаем малозабеспечениям, особенно старшим людям, нужденным людям, памперсами и тому подобное. Потому что зараз таки час, дуже дорого все, магазин заходишь, аж за голову хватаешь. Детские памперсы, доросые памперсы, страшные цены. Поэтому мы стараемся по мере можливости петремати. И так уж решили заниматься вот такой сферой, как раздать хлеб пенсионерам. Это уже важно, когда ты знаешь, что ты можешь просто подойти, отремонтать, и сказать, что у меня хлеб, дякую тебе Богу всем. Поэтому, прежде чем мы начнем нашу раздачу хлеб пенсионерам, мы помолимся. Иисус скажет, без меня ничего не может изрубить. Поэтому, кто как может, зимой за нашего Бога. Творец небо и земли, мы тебя сердечно благодарим. Мы дякуем тебе за твою присутствие на этом месте, Боже. Я прошу тебе именности, твоей благослови, Господи. Благослови тебя первый раз, впервые на этом месте, Боже. Благослови наши пенсионеры, благослови Марии Михайловне, Тамара Сипановне. Дякую тебе семью Нишуковича, Господи Николая, Раису, Господи. Благослови их, Боже. Воздаем вас столько раз, Боже, за эту добрую справу, и к ней проводит. Теперь мы хотим во имя Твоего, Господи, раздать все хлеб и прославить Твое имя. Тебе один достоин славы хвалит наш Вешний Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Помолися, Отче наш. Отче наш, суши на небесах, нехай святится имя Твое, нехай прийдет царство Твое, нехай будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хреб наш день не подавай нам на каждый день, и прости нам про вины наши, яки мы прощаем винователям нашим. И не веди нас из токусу, али везли нас из лукавого. Бог Твое и царство, и сила, и слава, навеки. Аминь. Друзья, мы, как уже вы чули, каждый понедельник по 12-й године, мы 11 раздаем на чайце, 12-й год, поэтому передайте вашим соседям, близким. А люди приходят, зачем покупать? Я думаю, что попробуйте, смачный хлеб, это, например, спасочники печут, уже смачный хлеб, и уже больше вы не захочете здесь покупать. Будете шукать, чекать, ждать. Поэтому, хай всех вас Богу ясно благословит, каждый отримает хлеб и булочку. В дальнейшем, когда будет этот самый, будем кого-то, мы назначим вас старше здесь, там раз даст вам жетончики, вы будете, люди придут, жетоны отримают, потому что зараз мало, а тогда будет больше, чем 50. И чтобы люди зря не чекали, вы даете им жетончики, они, все, есть жетон, будет хлеб. Скажут, можно стоять, нема смысла, жетоны, нема, что стоять. Чудо не произойдет, потому что мы купили 50 хлебов и раздаем 50 хлебов. Так что Мария Михайловна подходит до... И все, подходите по черзе, и хай вас Бог благословит. Ладно, добрый умеешь. Все, подходите, скажите, у нас два вида хлеба, серый и белый. Все, берите, дякуйте Бога и с Богом. Хай вас Бог благословит, самое наикрашивое. Подходите, сразу назовите серый и по дороге по башне пенсионеров, скажите, хай подойдут и отримают хлеб. Здесь по дороге побачите, скажите, хай приходят. Так что, друзья, еще раз дякуем Семену Мисюковичу, это брат Николаев, это Раиса, дякуем вам за ваше расположенное сердце. Хай Бог вас благословит и воздаст вас сто крат. Это первый день. Звучайно дякуем на здоровье. Звучайно, первый день трошки не сразу. Пенсионеры отримают хлеб безкоштовно, будь ласка, подходите и берите. Себе хлеба, детям булочку. Пидидидид, пидидидид. Пенсионеры зови, кем отримают безкоштовно хлеб. Хлеб и булочек. Так, а вы чего не подходите? Булочку дайте ребенку. О, а это хлеб тебе, а это все? И давай, пенсионеры отримают безкоштовно хлеб, будь ласка. Каждый понедельник в 12 часов мы вас чекаем. Вот, приходите. Ну, побачим, как мы быстро, скорейше. Найдем пенсионеров? Дай Богу. Пенсионеры, пенсионеры, где они захованы? Так, звонит, ходят ваши пенсионеры. А тебе? Хай возьмешь с собой еще пару пенсионеров. Пенсионеры отримают безкоштовно хлеб, булочек свежий. Свежий хлеб, булочек, будь ласка. Пенсионеры отримают хлеб свежий, бесплатно, будь ласка. Дедушка, прошел мимо? Типа он не пенсионер. Каждый раз, каждый понедельник, да. Так что, здесь плюс-минус раздали, что четыре десяток требует, так что, молимся, все шаг, боже, пошли пенсионеры. Вы там, кого побачьте, отправьте сюда. Пошел. Якщо будьте активны, будьте тут старшим, так что, дивиться. А что нет? А что нет? А тут не надо ходить, пришли и стали, и все. И все. Якось, доберите сюда, и достаточно. Так, так. И тут как раз на молитве все звонки звучали. Так, пенсионеры отримают бескоштовный хлеб, будь ласка, подходим. Свежий хлеб, горячий. Ну, по крайней мере, был горячий. Сейчас уже трошка холод, наверное, или нет. Ну, так себе все. Охолова трошки. Ну, ничего. Так что, шукаем, шукаем там, Ана Степановна, пенсионера. Вот пенсионер сам подходит, будь ласка. Каждый понедельник, все молодец. Каждый понедельник приводят сюда еще два пенсионера с собой. Чуете? Приводить сюда еще одних пенсионеров. Давайте, давайте. Пенсионеры скажи, бегом, потому что мы тут ждем. Пенсионеры завели, компетент, брал, 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 брал. А вот, вот, тут идут люди зараз часы, может быть, они все трое пенсионеры, может быть, а может нет. Сейчас выясним. пенсионеры пенсионеры отримают бескоштовный хлеб. Пенсионеры бескоштовный хлеб каждый понедельник тут будем раздавать. 12, вы пенсионеры? Что-то не похоже. Я пенсионеры маю пенсионеры не, ну, если подойди, подойди, а вы что? Ничего, ладно, сегодня первый день прощается. Так, давайте, всем дайте хлеба. Первый день, сегодня первый день, это акция. Друзья, какие есть, такие дома, друзья. На здоровье, вы слышали? Каждый понедельник 12 часов и только с собой берите и только с собой берите два пенсионера. Доброе, будем чекать. На здоровье. Так, друзья, доброе, хорошо. Максимчук нас благословляет, дякую им, божественное. Ну, все, сглавили трех пенсионеров. Одна в пенсионном веке, еще не оформлено, ничего. Мы тут оформим, так что ничего страшного не мало. Так, тут главное, чтобы нам показать, что мы е. да, первый день, первый день, чтобы они заметили, зараз, сейчас, пока они доберутся до своих домов, пока с подъезда отправлю своих пенсионеров, ну и так, ничего, потихоньку у нас будет формироваться, сформироваться, 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 сформуется, сформуется, да. Так, вы брали мужчина? Нет. Берет, свежий пенсионеры отримают свежий, горячий, ну, уже дохолола. Безкоштовно, каждый понедельник мы даем флип тут. Чули, каждый понедельник 12 часов здесь будем раздавать флип, так что... все, на здоровье, бежит догонять автобус, взломили пенсионера, сарделька, собус, 16 гривен, 100 грамм, я думаю, ничего себе. Мало килограмм? Ну, 170, это все нормально. Да? Да. Хорошо, собуса есть-то? Да, собуса, мне нравится. А я-то в столбинске беру садельки, свиньи, где уже там? Да, и собачка есть. Я же... А это... Рядом, что за колбаса там? Типа, московская коллекция? Так, где пенсионеры, нема? Это мама с дочкой, что? Так, девушка, это ваша дочь? Подойдите сюда, берите булочек для... Да, да, подойдите. Сегодня акция, маме с детьми тоже, вы тоже подойдите, подойдите. Маме с ребенком тоже отримают хлеб и булочек, будь ласка, подойдите, подойдите, смело. Дочь, ты любишь пироги, добрые? Все? Это ваше. Правда, мы пенсионеры, отримают бескоштовный хлеб, будь ласка, и маме с ребенком тоже, сегодня акция. Так что, говорить надо газету, берите календаря читайте. На здоровье. Пенсионеры отримают бескоштовный хлеб, будь ласка, берите, подойдите, берите свежий хлеб и булочек, бескоштовно. Каждый понедельник тут будем раздавать и благодаря семью Мичуковичев из Карпиловки Ракетнянского района, это Николай и Раиса. Какие вам дадите? Нас благословляют, вот, будь ласка. Да, да, бескоштовный хлеб. Так, сегодня дети, маме с детьми тоже помогут получить свежий хлеб и булочек, будь ласка. Подойдите, берите. Ну, то не знаю, пенсионеры берите хлеб, будь ласка, бескоштовный. Не хочешьте? Слежий хлеб. А что, свежий хлеб берите? У меня батончик, отреба. Не, ну, белый дайте хлебе, он белый дайте. Берите белый хлеб с булочкой. О, и каждый понедельник, будь ласка, приходите. Так ты шо? Календарь и газета. Это христианская, не партия, не политика. Все, дякуем. Приходите, приглашайте ваших соседов, а идут, все встыгнут. Так, друзья, ну, что, сегодня надо было взять, может, меньше хлеба, но я по инерции взял 50, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Да, с половиной, почти уже, половина раздали. 7 подряд. Не, подряд не будем, ну, мамой с детьми тоже можно. Они тоже будут пенсионерами. Так, пенсионеры, будь ласка, подходим. Вам уже казалось? Берите, берите. Пенсионеры по веку отримуют безкоштовно хлеб и булочек каждый понедельник 12 часов здесь. Да? Берите. Давайте бьем. Кожен понеделок, не коженый день, а кожен понедельник? Кожен понедельник, а что, я когда, кожен день? Да. Я, 12 в день. Да, 12 в день будем раздавать хлеб. Вот еще один пенсионер, будь ласка, бабушка. Хлипчик тут. Свежий хлеб, добрый. Сирый, белый хлебчик. Белый, сирый, какие вам дать хлебчик? Бурм. Мазарку тут почитаете. Да, все, слава богу. Передайте вашим соседам, хай бегом приходят и отримают. На здоровье. Так, мама с детьми тоже, мать и право, сегодня отримут свежий хлеб и булочку детьми, берите. Да, сегодня акция. Пенсионеры також, вот, идите, берите. Вам все рыбели? Тут газетка, надо почитать, если кто. Да, пишите, звоните. Все, на здоровье. Ваш, все. Вот там вся одна мама, скажи, хай подойдет. Маме тоже, без серговой. Девушка, а та женишка, че заховалась? Скажите, что хай придей отримает хлеб. А че они не идут? А вы можете выйти, сказать, что мне отдала. Не, не, не. какие там у вас есть? Страх там нет. Кто они такие? Пенсионеры? Они пенсионеры? Нет, дивиться, одна из Луганска приехала сюда. Я спрашиваю, они пенсионеры? Одна пенсионерка, Вот одну можете взять и еще. Да давайте, я сюда. Но старайтесь, чтобы они сами пришли, потому что сегодня у нас акция, поэтому мы... Так, на здоровье. А что, там все закинчилось? Календари, да. Вася, друзья, иди бурно. Сегодня первый день, поэтому ловить миссионеров, зараз сейчас придут, они друг на друга, я думаю, что будет не хватать, потому что пока перекажут, пока расскажут, пока туда-сюда, уже придется нам покупать хлеб и раздавать. Ну, думаю, что и справимся. А мы, как только последний хлеб дому, быстро в машину и бегом поедем. Да. Так, так, пенсионеров нема, пенсионеров нема, не бачу. Ну, что, друзья, напоминаю, что акции проводят благодейный фонд Ведвага Церковь. Ведвага, благодаря пожертвованной семье Мисюковичев, наш друг Николай и Раиса, семья Мисюковичев из села Карпиловка. На здоровье из села Карпиловка, Рокетнянский район. Дякую, брат Николай, за расположение в твое сердце, что ты не стоишь на стороне, помогаешь нуждением, благословляешь, хотя бы Бог благословит и вас даст во сто крат, брат мой. Пенсионеры отримуют, безкоштовных хлеб, не пройдите мимо. Свежий хлеб, белый, серый. Каждый понедельник 12 часов. двенадцать часов. Двенадцать часов. Двенадцать часов. Так, мамы с детьми отримуют, безкоштовные хлеб, булочки, будь ласка, придите берите. Доброе, спасибо. Ну, мамышки с детьми не все хочут. Они будем давать те, кто хочет. Пока. Первый день, помню, первый день тоже там мы дали мамам. Первый день там надо в этом. На Веденске. Так, пенсионеры и мамышки с детьми отримуют, безкоштовные хлеб, булочек, будь ласка. А? Ну, девицы, что встыгли? Так, мамы с детьми, пенсионеры отримуют хлеб. Так, это мама туда, что? Что-то я не понял. А в цикло? Нет, такая черненькая одна шла. Так, ну что, друзья, доброе? Мы не будем долгое время занять. Мы так же будем уже заканчивать нашу трансляцию. Одним словом, мы будем зашекаться, пока все раздамо хлеб. И все. чекайте на следующий четверг, стоп, понедельник, потому что люди пока заразмы их зловим, пока туда-сюда. мамы с детьми отримают свежий хлеб и булочек, бескоштовно. Иди, пошли, пошли. Иди, сыночек, иди, еще одни с булочек, с поведла, джем там. маму. Вот, сейчас тебе тетя даст, а хлеб який хочешь, белый, серый? Можно серый не сырый? Серый? Все? Пожешь, а ты не хотел? Пиши газету, почитайте, это наша. Доброе. Так, пенсионеры отримают бескоштовный хлеб, також мамы с детьми. Одна мама уже и получила. Мамы с детьми отримают свежий хлеб и булочек и також пенсионеры и по веку. Чезавиком. За веком. Или по веку. Так что, так, пенсионеры отримают бескоштовный хлеб, будь ласка. Свежий хлеб и булочек. Кто мое обожание? Если вы не хотите, подойдите берите хлеба. Свежий хлеб, булочек, каждый понедельник мы будем 12 часов тут раздавать хлеба. Что это? Каждый понедельник мы 12 часов тут будем раздавать. Так что, при нагоде доходите. На здоровье. Так, берите газету. Хорошо. Ваши друзья, хотите закинчить, нет, не может закинчить. Так что, напоминаю, что акции проводят благоденны фонда «Юдвага церковь и двага». Сегодня я раздаю хлеб Марии Михайловне, Тамаре Степановне, вот она. и благодаря поджеркновению Масюковичи. Масюковичи это брат Николай, сестра Раиса, село Карпиловка, Рокетнянский район. Благодаря им мы раздаем хлеб. Так, пенсионеры отримуют бескоштовный хлеб. Ну, приходите, следующий понедельник. Вот. Так что, такое дело. Добрый, я начну буду заканчивать нашу трансляцию, друзья. Будем кричать, ходим в магазин, может там найду пенсионеров, отправлю сюда, потому что так можем пять дней стоять. Так что, первый день такие простительные. Ну, что ты пробишь? Поможем всем нам боксом и накрашиваться. Было служение церкви Даги, я буду с вами сановка поста церкви Даги. Мне там могли Мария Михайловна и Тамара Степановна с миром Божиим. Мы раздали хлеб благодаря поджеркновению семьи Масюковичи. Брат Николай, это Ирина, село Карпиловка, Рокетнянский район, с миром Божьим.